привет тебе любитель моего игр в общем смотри с тобой кстати вексель реал если ты не в курсе то я нашел какую красоту гачную гач гач гача срача гачную красоту какую я нашел короче игра называется africa journey africa журнал короче да что что это гача это я думаю понятно всем будет да тут надо собирать миллион героев и этой бандой ходить и гнобить мобов ну ты знаешь она отличается вот здесь есть какие-то интересностей я вчера денек пойму как денек часа четыре поиграл набил себе 51 тысячу боевой силы сейчас эти все покажу но она глюченая капец короче не она минимал как все стоит и она все ключит я не знаю что то что с ней делать интернет вроде нормальный лицо мне такое лицо не надо не хочу вот такой вот пацанчик но он в боях не участвует боях участвует банда из героев твоих с собой в бой можно пятерых вроде взять да да пятерых раз два три 4 5 собирать определенный тип как бы выгодно конечно они тут типа разные фракции у них да так как будто бы нежить некролюди некролюд танк физический урон дальность 1 если их собираешь много увеличивается урон если одного одной раз и будут у тебя все чуваки но есть такой смысл что когда ты попадаешь я не помню кто там по моему вот эти вот носители света они против некра людей имеют такой повышенный урон то бишь надо еще с умом подходить к этому ко всему каждая раса тут даже не раз а скорее стихия есть стихия подожди какие там на стихия уже забыл некра люди гиганты носители света это по моему жители природы или как они там правильно называются а лесной житель вот 44 фракции такие четыре фракции вот даже не 4 их тут больше слушай я просто еще не всех видел это вот гиганты житель леса носители света некра люди а а вот этих двоих я еще не у меня пока нету прикольно ну ладно не об этом давай пока вот я тебе серьезно говорю вчера из двух из четырех часов игры я приблизительно два часа потратил на сбор наград это просто капец если честно битва битвы мы давай потом может быть вступим потом я расскажу что я вот вчера в дуэли чести короче засел не знаю на полтора часа на как раз есть одна карточка мы ее тоже сегодня посмотрим значит арена есть тоже посмотрим сейчас еще давай награды начнем собирать награда за то что ты афк вот за афк награду давай получать так это что за стрелочка не было вчера этой стрелочки вот видишь я вчера вечером выключился в три ночи сейчас у нас час вот я столько вкусняшек у меня на выпадала принципе не немало да видишь сзади за 11 часов афк не понял в два часа ну ясно да все собрали собрали что за стрелочка не знаю вы немного отстаете в текущем прогрессе афк поэтому мы запустили для вас механизм наверстывания увеличив ваши награды афк ну спасибо а вы сте уровень героев за эти вот книжки что я там собрал заходим видишь вот эти книжки нужны чтобы повышать уровень но этот танк мой основной можно сказать разница между игроками не должна быть я понял 48 это значит этого надо апать это мой лекарь на говоря мне он не очень нравится блин это воин я хочу другого лекаря что-то мне этот не очень нравится если честно есть кто-нибудь из лекарей гигантов это стрелок огненный всадник какой-то дальность 6 из защиток физический стрелок громила ты кто житель леса стрелок тоже это танк по моему да это громила танк это кто люции это танки из этих носителей света блин не то получается у меня нет больше толкового лекаря она будем его апать пока что я хочу повысить этого до 50 левела посмотреть что будет блин разница еще один левел ему дадим 41 ну-ка давай вот смотри умение появится абсолютное умение возмездие душ а второго левела станет плюс 200 урона полученного во время подзарядки получается уже у него все умения есть они теперь пошли по второму кругу так а где его умение смотреть это его экипировка не кролю танк физически павший король блин а как его умение посмотреть кто мне расскажет блин вот я на него нажимаю где его умение а вот они вот возмездие душ теперь у меня уже второго левела таран подзаряжается после чего наносит грозный ответ добыча душ таран перекачивать себе здоровье врага с самым большим здоровьем воскрешение после поражения таран может воскреснуть один раз но это круто когда я стану легендарным у меня появится высшее умение обычно такие умения тарана увеличивают его восстановление энергии если не задействовано воскресение воскрешение может воскресенье восстановление энергии увеличится дополнительно открывается при ранге легендарный плюс на мифическом откроется торон получает часть урона наносимого союзнику а высший плюс торон еще раз выкачивать здоровье из врагов своим абсолютным умением ладненько вот это вот мне чувиха нравится цессия она прям такая стрелок но ну такой хороший стрелок давай ей тоже до 50 апнем максимальное здоровье кайло дополнительно увеличивается на 60 процентов хорошо ну что этого придется опать тогда до 50 тоже увеличивает показатель восстановления здоровью в секунду до 24 процентов нормально то у нас тут еще есть не 51 левела а спит книжки закончились беда вот тут всегда на самом интересном месте самое интересное смотри минимальный уровень 41 и у всех он поднялся до 41 снаряжение то бишь они на них на всех еще на них на всех одета снаряжение только вот тут я не понял поддержка получается что вот это снаряжение будет одета на того танка ой на того чувака с поддержки которого я выберу у меня тут этот ласка потом а вот носители света но это синий вообще герой отстойный нажимаем быстрая экипировка да не дурим голова вы вроде бы всем отдел до понеслась дальше ребята так режим битвы это мы потом посмотрим давай награды собирать события короче я тебе говорю мы сейчас сейчас потратим чтобы собрать то что то что нам сейчас выгодут я смотрю тут мои острые когти поджидают врагов тени знаешь вот я вот наверно зря некромантами пошел мне кажется громилы интереснее в этом плане или лучше вообще воины света у них короче танку накидывает броню а это тоже чего-то стоит я наверно перекачаюсь потом короче давай знаешь как поступим если вот мне прям понравится если тебе понравится ты пиши в комментариях хочешь продолжение по этой игре или нет а я прям продолжу то что что надо все награды собрать да немножко и отвлекся на часик ну благо что тут ничего не происходит просто собираешься награды все так забрать быстрое получение хорошо какой-то vip открылся вот vip а я еще не видел соберем 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 тележка подарок в тележке приехал это тоже хорошо на что-то бесплатно а ну там я кое-что забирал кстати уже вчера то что один раз на аккаунт дается специальное предложение набор новичка видишь бесплатно вот я его уже забрал все его уже больше не будет что за путь славы а ну это за деньги ясно типа как боевой пропуск еще так забрать все вот путевой журнал есть обычный а еще с випом видимо будет более навороченный понятно с этим понятно понятно с этим все на почту награда арены прилетела на почту на это я вчера на арене ждал сюда хорошо награды награды друзья отправить и получить подарки задание ежедневка это типа тоже там на докажите услугу другу получите услугу от друга что в инвентаре у нас есть подожди так у 11 писем можно сейчас вызвать что-нибудь кого-нибудь здесь 50 левела меч хорошо быстрая переработка давай-ка старое оборудование переработаем так чтобы ничего не забыть режим царство снов давай вместе кон сейчас мы призовем пару героев по крайней мере попытаемся призвать торговая лавка это по моему когда вступаешь в гильдию она появляется до гильдийская торговая лавка тут можно по скидке купить письмецо так она 300 стоит здесь 210 до классно 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 вот за 400 можно еще супер призывные купить эти так лавка найма тут что 68 не пока не буду магазин гильдии вот он а есть просто лавка арены в принципе тут все у меня 1800 лавка снов каких-то лавка дружбы меня пока ничего нету за дружбу покупать ну только вот это вот могу плащики всякие мистик он так таверна знать и заходим в таверну знать и и начинаем призывать легендарных героев он там царе корона какая-то прям легендарный герой какой-то будет наверное королевских кровей значит что можно сразу десяточку да ну давай лупанем десяточку прошлый раз было красивее ну ладно короче житель леса гиганты гигант вот гиганты танк вот этот вот танка хотя бы я не знаю что лучше еще один раз можно призвать вот так вот ты хочешь сказать желуди так эпический призыв эпический призыв ешкин кот нету эпического призыва давай мы сейчас купим один где он там был лавка арены и лавка найма 480 210 вот давай один купим можно два даже три вот три эпических призыва заходим опять в таверну знать и и удивляемся как нам сейчас в эпическом найме нифига не дадут ну-ка эпический эпический желудь тебе раз ух ты блин класс павший король танк не кролит класс как раз тот которого я использую нормально но еще один желудь тебе придачу ты не восхищался этим у соответственно когда начинаешь какие-то действия производить появляются опять какие-то награды постоянно получите получите путь славы что в путь славы есть слава и у него есть путь короче так инвентарь инвентарь нам не нужен по моему сейчас не нужен нам по идее нужно зайти зал резонанса и нашему танку можно апнуть немножко вот он сейчас какой у нас эпический а сейчас когда мы об нем он будет эпический плюс и так хороший прирост смотри здоровья атаки защиты мастерства нормально так прилетит ему сразу видно сильнее стал ну добавить вот еще два я мог бы его еще раз развить до легенды прикинь супер желудь у меня легендарный герой теперь есть вот это да 51 так а я могу а книжек нету блин зал резонанса а еще этому можно а сотри это теперь легендарным станет эпический а не легендарный эпический точно он же был какой он был элитный во элитный плюс даже ну вот весь ролик чисто собирать награды когда играть я не знаю вообще в эту игру и играть это некогда давайте покажу хоть как он бегает и в бою себя ведет так я отсюда пришел ну пошли вниз это слабый монстр поэтому с ним драки не было давай най найдем более сильного монстра 36 слабый пока ничего интересного так что я там по моему пропустил фрукт монетки там просто были они фрукт ты какой у вас этим можно подраться хоть и 36 а это тактическое задание это немножко не то блин нет немножко не то ладно тут надо с помощью тактики с помощью тактики решить задачу как победить и не умереть вот видишь им нужно обойти пока они обходят он их добьет тут надо тактически стратегически мыслить ее мое чтобы выиграть пока танк своей жизнью отвлекал стрелок благополучно всех убил а это уже босс скорее всего типа маленький такой маленький боссе по часу будут уже моя банда воевать будет так блин счет и так глючишь боже мой капец ну чтоб чему здесь глючить кто-нибудь мне объяснит нет так это два стрелка мага это физический стрелок это магический стрелок это лекарь это два танка давай поехали вот этот вот навешивает на себя щит и на ближайших союзников тоже он видишь на повесил щит на других это иногда спасает жизнь а это еще чувиха вызывает призывает он какого-то голема короче некроголема который сражается на твоей стороне так еще надо одного убить чтобы открыть сундук вот автоматически x2 стоит можно это выключить и самому нажимать на скиллы вот такое себе удовольствие тут и так все быстро происходит я не знаю вот вообще нужен лекарь или не нужен прям это сильно спасает не сильно может вместо него какого-нибудь мощного бы стрелка еще поставить или бойца вообще два танка это тоже не очень танк должен быть один вот я не могу пока определиться какой из них кто из них сильнее лучше смотря видимо для каких целей вот сундучок красивый о класс письмецо в конверте письмецо в конверте дай покажи так ладно короче драки я тебе показал карту вот он здесь вот так вот таком макаре бегает фрукты светлячки его можно просто так убить он слабенький этого тоже этого тоже ну видишь там сразу со всеми приходилось драться теперь чем они слабее тем легче все это дело происходит просто чисто ходишь собираешь все вот эти штуки ускоряют твой ход ладно короче с этим все а с этим все давай давай дальше смотреть что мы там еще не посмотрели забрать все ежедневка тут награда испытания роста режимы битвы мы с тобой не посмотрели да ну вот давай царство снов есть босс вчера он кстати другой был там какой-то глаз был и вот здесь нужно решить что тебе лучше сделать кажется мах тут все-таки не помешал бы лекарь потому что прошлый раз я без река дрался и у меня ничего не вышло так танк меня уже легенда да не элита легенда давайте танки вот у меня получается два танка уж самое интересное толку что танки он все равно смотри кидает на этих на стрелков на моих танки плохо агрите надеюсь лекарь поможет тем более вот у меня еще один танк он видишь накидывает броню этот танк если один раз умрет он еще воскресится один раз тоже неплохо но вот лекарь желательно чтоб лекал получше не нравится мне он как лечит моего торона убили уже один раз а чё не воскрес там типа не каждый раз воскресает получается обидно глянь ты глянь ты может еще и убьем но это не точно блин вынес моего этого бишопа вынесли все конец короче 83 процента вынес чуть чуть не хватило блин а тут что будет два письма ну вишут не хватило и все в следующий раз это уже надо по новой то бишь вот он сколько будет результаты 12 часов он еще будет вот его нужно еще за 12 часов прокачаться и попытаться убить за 12 часов его но это все сначала будет так давай на арену зайдем посмотрим что у нас на арене происходит арена я уже новобранец второго левела награда за победу давай вызов сколько там у меня было это я могу за 6 900 соперника себе бахнуть и все 23 тысячи суша я могу потянуть и 23 тысячи возможно давай попробуем у меня аж 25 чем не слабаков то убивать если я могу сильного убить так это мне не нравится блин танк аж еще одного брать не хочется в принципе ну ладно возьмем ну я кстати не посмотрел какие у него герои какой фракции тут же все я говорил что есть фракции которые сильнее других которых типа слабости некоторым другим фракциям поэтому надо тоже выбирать с умом аспида моего уже убили обалдеть давайте выносите ну ну вот цель вот глянь у него тоже этот танк кстати как у меня такой же самый некролюд живучий гад но это его не спасло истребитель это получается на больше всех убила да ну вот новобранец награда за победы доступная какая-то так теперь принципе можно еще разок сходить о 19 тысяч я могу этого лупануть с легкостью по идее давай с таким же раскладом блин опять не посмотрел кто там если честно не знаю какая фракция против какой то что некролюди и носители света понятно что носители света будут наносить повышенную урон некролюдям а жители леса и эти гиганты как быть с ними надо почитать еще сразу сразу надо почитать талантливый танк он новобранец 3 ранга уже награда за ранг 830 еще чуть-чуть и я уже буду не новобранец улучшена победоносный шлем плюс один ну ладно короче с этим тоже понятно да там уже опять награды прилетели какие-то задания забрать забрать путь славы тут что-то еще прилетело путевой журнал видишь на 7 level перешел заберу только 20 потому что это видимо платная в инвентарь что-то а это можно собрать и получится какой-нибудь фиолетовый герой получился меня есть письмецо можно открыть мистикон заходим и 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 таверна знати эпический наем и призываем желудь не осмотрит и аспид прикольно неожиданно зал резонанса покажи что там надо для аспида а тут три надо у меня только одна я понял снаряжение для танка какое-то прилетела перчатка вот теперь вот эти вот пригодятся видишь медные слитки можно выковать 50 левела а 45 вот он 35 я могу его выковать и он станет 45 увеличится здоровье атака крит дальней защита от дальнего боя наверное так хорошо с этим понятного какие-то сундуки у меня тут выберите предмет давай так 80 левела прикольно стрелок быстрая экипировка класс эпический лук 80 левела нормально так хорошо все пока что все были на 5 награда блин я все никак не могу тебе показать все активности которые тут есть ну я может быть еще сам всех не видел вот режим битвы заходим здесь еще есть дуэль честь он сады еще откроются потом боевые игры тайни ринд легендарное испытание какое-то дуэль чести длится долго но мы ее пройдем сейчас у меня как раз есть один один жетон какой-то или что это или один билет короче типа здесь как карточная игра первоначальная комбо выбираешь избранные герои и носители света фокусируется на мариэль мариэль это вот этот вот маг фокусируется сильвена это вот это вот давай на носители света сфокусируемся попробуем через них пройти кстати можно почитать что она дает после поражения союзного героя из носителей света передает всем выжившим союзным героем 9 процентов основных характеристик побежденного героя не также восстанавливать 30 энергии раз в 2 секунды понятно значит нам нужны носители света которых сейчас нету здесь классно вот носителей света немножко больше стало начале битвы на 10 секунд щит защитой способностью соответствующие 40 процентов максимального здоровья принципе неплохо ладно следующем бою что-нибудь еще выберем давай нажимаешь матч и ждешь вот я не знаю реальный игрок появляется или это реальный игрок но он сам не участвует в битве я без понятия потому что тут нужно выбирать героев под стать тому что тебе появляется вот первый бой ты не знаешь что происходит это ведьмочка у нас ее ее сюда это тоже стрелок вот ты троих героев выбрал нажимаешь смотришь что появится сейчас у противника понимаешь да вот у него тоже кстати носители света и танк по ходу из этих у меня тоже такое есть блин уже менять местами нельзя да ладно ну поехали посмотрим кто кого сейчас он глядя на мою расстановку еще но только троих первых моих видит выбрал еще о двух некров выбрал некромантов но некроманты слабенькие против носителей света по идее некроманты может быть сильные против лесов все-таки они же уничтожает это это не точно это надо смотреть читать я я не помню как там на самом деле my beautiful my beautiful ну вот я победил двоих моих правда ушатали но это не страшно победа получаю 40 награды вот этих вот жетончиков за них надо опять себе что-то выбирать и вот так вот постепенно постепенно усиливать себя вот мне носители света нужны значит выбираем носителей света можно какие-то вещи на себя одевать по одной носители света капюшон для джунглей исцеление улучшает 13 увеличивает скорость атаки повышает на 30 процентов урон наносим врагам на расстоянии двух клеток и ближе а это я уже не смогу купить ну давай вот эту допустим купим скорость атаки оденем магу да почему бы и нет давай еще один матч зарубимся еще один и наверное будем закругляться все остальное посмотрим потом вальза ну это вот как реальные игроки только я не знаю на самом деле они сейчас в битве участвуют так игроки выбирают героев я выбираю мага я выбираю танка стрелка и все теперь он выбирает а у него одни эти нежить но это он зря нежить против меня не вытянет если я буду полностью с носителями света моего мы ее вынесем очень быстро и он все равно нежить выбрал всю у него а значит у него этот артефакт для нежити да вроде нет тусклая корона сили она сильвину я понял тоже для вот это тут еще это было такое или я что-то попутал носители света может быть против нежити наоборот никак что них вот видишь вот так вот бывает я что-то попутала меня убили тут же я что-то попутал и меня тут же убили обидно короче видимо носители света все-таки вот это можно дальше продолжать до всех побед это длится 33 дня вот это вот битва так подожди вот тут у нас получилось дух змея 2 уровень что я хотел еще показать наверное на сегодня все если что-то упустил посмотрим на и на в следующем ролике а сегодня за один раз все не сделаю потому что сильно большой ролик получится слишком уж большой ролик получится я я хотел посмотреть как работает вот этот вот блин где вот это смотреть кто против кого преданность ух ты вот этого я не видел оказывается им можно тут смотри еще что делать подарки дарить какие-то озвучка у него есть разная а здесь будет награда какая-то найдено сокровище ухты прикольно вот я сюда и не заходил никогда я думал для чего они собираются ладно не в этом дело я хочу посмотреть кто против кого и как это мне посмотреть где это вообще происходит ну вот где а вот она все нашел вот она стратегия фракции вот я выбрал троих с одной фракции нежити да не кролюте троих меня на 10 процентов увеличилась атака и здоровья увеличивает урон на 15 процентов если цель уязвима к вашей фракции снижает так все правильно а да я понял короче сотри не кролюди наоборот против воителей света я неправильно фракцию выбрал если некры то сюда надо выбирать вот кого лес против леса гиганты а против гигантов воителей света все надо запомнить распечатать и повесить на стенку блин короче все на сегодня да все так я и не поиграл только лишь собирал 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 и собирал награды толком ничего никуда и не сходил даже на карте тоже всякие интересные вещи происходят и довольно интересное тут надо загадки ребусы разгадывать ну не сегодня все не об этом все на сегодня все увидимся в следующий раз если понравился ролик ставь лайк подписывайся на канал пиши в комментариях хочешь продолжение этой игры или нет у меня на сегодня все увидимся в следующий раз пока а